скрам ретроспектива инкремент сильно умный да просто забил на курсы все это боль была уже почему я должен здесь сидеть ты из танцора превратился предприниматель эмоции такие же как живые думаю вот это да вообще так и так и так и чувак как бы ты чё делаешь ну зачем ты нам деньги заплатил нами степан федосеев основателя бизнес школы бизнес свобода еще свободный человек танцор музыкант сейчас мы поговорим как это сочетается систем системный бизнес бизнес свобода джайл скрам танцы и музыка в голове одного человека еще прикольная прическа это на вас и ваша расскажи про школу сначала что за школа как давно появилась какие результаты у меня сейчас есть школа прошел уже полностью один поток вот это восемь блоков там училась порядка 40 человек и сейчас на стартует уже там второй набор по другим моделям по поводу результатов на самом деле в акселератор я познакомился еще прошлой осенью но вначале я прошел интенсив потом как-то не учился особо не смотрел занятия и подключился к этому попозже набор я сделал до ближе уже к второй конференции причем несмотря на то что это онлайн школа трафик был практически весь из оффлайна пару раз выступил на бизнес мероприятиях потом люди подошли просто стали предоплату и вписались в обучение ты на этих мероприятиях дело какой-то оффер с каким-то дедлайном или просто если нет я конечно делал оффер я говорил то что вот есть сейчас на стартует ну я по-любому как бы собирался стартовать поток вот игру так ты так то вот такого числа у нас стартует первый поток можете вписаться для вас я делаю скидку в общем тебе таргетинг и не нужно было настраивать но он был и так узко настроен уже то здесь и сейчас то есть люди присутствовали ты собрал 40 человек а на мероприятиях сколько присутствовало где-то 40 человек где там 60 тут акселераторы кончик что там было в общем а условно 200 человек из которых 40 тебе пришло хорошей коммерции получается 20 процентов мы считаем 10 уже можно уже хорошие 5 можно жить причем там по если по фильм модели смотрит это вообще все интереснее получилось то что это трафик ну он условно бесплатный считается ну не считая там их денег на приезда и все остальное я до этого тестировал еще в онлайне трафика какой-то к сумму там потратила это но фактически там ожидались бы очень высокого первого потока то есть там 190 там с лишним тысяч пришло и соответственно там ну 150 числе не получилось расходы на чтобы расходы как были на трафик там на посадку на сервисы на онлайн его по сути которые даже и и не нужны были в принципе можно было бы без них выступить а с рекламы условно там получается сколько 40 тысяч рублей расходы вообще реклама сколько там было точно там на рекламу там тысяч 20 по-моему они купились именно это кого-то слушай там есть подписчики вот кто-то из них пришел на курс вот там низкие очень конверсии были вот мы не попали в целую аудиторию потому что моя целая аудитория это основном люди которых уже есть бизнес которым уже там есть проблема управлять а то целевой аудитория была это начинающие основном то есть я проводил прямые эфиры там в социальных сетях делал такие новые пассивы так называемые раньше все делали такие посты и промо посты в больших группах я делал прямые эфиры то есть я собирал там надо по три тысячи четыре тысячи собиралась новых был очень низкий что основе на приходит а чё за чувак там чё за прическа и так далее но ты у нас получается двоечник ты у нас начал учиться осенью прошлого года уже год прошел потом дома и ты не учился значит на ссори 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 тусовался постоянно да да ты тусовался потом начала мы учим вебинарным продажам ты продажам с ивентов начал окей значит и пока еще вебинары не делал но все равно как бы результат есть второй поток кстати я буду могу норрад делать говорят говорят работает все таки тоже сейчас мы вот специально для таких как ты сейчас делаем серию видеороликов и вот сейчас было оксана сударю и она говорит слушай вот что я делала я поняла я пришла к вам акселератор я заплатила вам приличные деньги взяла и кредит для нее это существенная сумма было я поняла что я буду делать по вот именно то что говорят она говорит для меня для самый большой стресс было это продавать не существующий курс говорит я помещала 32 урока на вебинаре их еще не это для нее это было реально очень сложно, но она говорит, насколько было правильное решение, их не записано в начале, потому что она когда записала первый урок, мне условно вот нужно утром выложить, она до пяти часов утра его делала, выложила и пошла спать. И говорит, когда начала читать обратную связь, она поняла, что она совсем не так делала, да, и только на пятом уроке она поняла, что нужно людям, то есть она вот несколько уроков все время адаптировала, вот, и сейчас хочет вообще все прям перезаписывать. Ко мне вчера, к примеру, на трансформации в Олимпийском подошел парень, наш резидент, и говорит, слушай, Дим, я вот не понимаю, почему не работаю, почему продаж, нет, я записал видеоурок хороший, продаю его, как бы, как вот начальный этап воронки, что-то его не покупают, слушай, ты мой акселятор, вообще хоть такому хоть раз учили, он говорит, ну как бы, ну нет, ну урок же дешевый, хороший, чувак, как бы, ты что делаешь, ну зачем ты нам деньги заплатил, ты же мог бы без нас его делать, вот, и тут самое важное, это вот реально просто делать то, что мы говорим. Слушай, ну я, наверное, из таких же тоже, кто любит экспериментировать и не делать то, что говорят, то вот, я смотрю, ну зачем так делать, можно же по-другому пойти, то есть я изначально, вот когда мы делали трафик, я настроил все чат-боты, все мессенджеры, даже ватсап у меня есть, там полностью вся эта схема сделана, там, но без почты, короче, да, я не сделал почту. Вот таких у нас тоже много, такой, типа, вот смотри, все у нас хорошо, я говорю, а как ты регистрироваешься, чат-боты, это же самый инновационный, блин, ну ни у кого, блин, по чат-ботам нормального результата, большого нет, да, мелочь там какая-нибудь там 500 тысяч рублей заработал, ну или он заработал, ну покажи мне хоть одного игрока, который ушел от e-mail'ов и зарабатывает хотя бы 10 миллионов рублей, нет, сейчас я осознал это, наконец, вот, да, что там можно по чат-ботам усилить, да, посмотреть там e-mail и так далее, да, но по поводу продавать до того, как записывать, это вот я прям у своего железа с интенсива, потому что интенсив 2 недели эти я прям так каждый день все задания выполнял, то есть я там прям добросовестно подошел. В общем, даже двоечники у нас зарабатывают, ребят, все нормально, идем дальше, разбираемся, на чем. Да, работает, работает. А ты курсы, ты первые там в вебинарных платформах ввел или ты записал их? А, смотри, что я сделал, поскольку я двоечник, да, как ты сказал, я все решил там выкинуть по максимуму лишнего, то есть я стоял только вот абсолютный минимум. Ленивый двоечник это уже лучше, ленивый двоечник лучше, чем трудолюбивый, ленивый он оптимизирует, зачем говорят, более успешные по жизни троечники, потому что они, как бы, они всегда на грани, ну не двойка, а зачем много работать, ну как бы они находят оптимальный путь. Ну ты знаешь, у меня по сути так и было, то есть я всегда был троечником, но при этом и в училище, и в институте у меня красные дипломы, вот, то есть как-то удавалось все равно там прийти к результату. Договоримся? В итоге там, да. Ну там, что получилось по схеме у меня, то, что после того были сделаны продажи, там все объединены в чатик просто, да, обычный, и после этого проводилось 8 прямых эфиров, я выбыл по воскресеньям, я проводил меня в 12 часов, было там такое время, когда надо было проводить прямые эфиры, я это делал просто через Hangouts и выкладывал в закрытой группе ВКонтакте. Еще тоже часто, вот, к примеру, кто-то записывает уроки, совсем там двоечники, они записывают много-много уроков, потом понимаешь, что это не то, но уже поздно и скармливают клиентам то, что записали. Другие ребята, соответственно, ну, пишут, условно, продают, говорят, через месяц старт, и потом у них целое место есть, чтобы записать. Есть некоторые, которые говорят, старт завтра, и потом пишут вот день за днем. А есть те, кто вот проводит живое, живое тоже хороший вариант, потому что не нужно там заморачиваться, как записывать, просто в общении с людьми. Просто говорить, что будет тема такая, то будем общаться. Приходят, выдают контент, потом ответы на вопросы. Это тоже удобно, не нужно заморачивать с записью, и ты в онлайне корректируешь свою речь под то, что хотят люди. Это тоже удобно. Ты знаешь, круто то, что как раз сейчас на основе первого курса, вообще понятны все косяки, понятно, что надо делать. Вот живая обратная связь. Причем, я понял, где я сильно очень не докрутил, это работа уже после окончания курса с учениками, потому что я тут недавно ходил на нетворкинг, акселератор, а у меня несколько человек там из акселератора прям учились. Они не выкладывали домашки, то есть они даже не завели там, у меня было право такое, что должна быть фотография, и под ним все домашки, да, выкладывались. Он говорит, Степ, я все лето, короче, смотрел твой курс, вообще огонь, мне так понравилось, я сейчас выставил целый продюсерский центр, у меня, короче, все работает, все налажено. Я говорю, офигеть, а я говорю, не видел даже твоих домашних заданий. Я думал, ты просто забил на курсы все и типа слился. Он говорит, да нет, 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 я все сделал, типа кайфы, только у меня такие вот вопросы есть. Он мне вживую обратную связь всегда дает. Я понял, что нужно с соседями просто поговорить еще раз, да, конкретно с каждым, кто прошел курс и что работает, что не получилось. Это нормально для начала, это абсолютно нормально, мы же в акселераторе тоже, у нас, мы когда стартовали, в несколько месяцев у нас был только там один куратор, сейчас их 50 человек, которые звонят, иногда даже не доедают. Тогда это было, ну, там мало, люди говорили, где там кто, ну, нормально, типа ждите в очереди, типа людей много. Расскажи, как у тебя школа такая, достаточно специфическая, люди многие даже не знают этих слов, таких типа Scrum, Agile. Я когда приехал на первую конференцию в акселераторе, я постоянно всем говорил, непонятные слова какие-то, меня знаешь, так на меня смотрели. Это Степа, у него, короче, бизнес там уже 7 лет, у него там, типа, сеть танцевальный школ, вот, еще он там композитор, еще какие-то непонятные слова, там, типа, что-то там с управлением по бизнесу связано, там, Agile, Scrum и так далее. И меня тогда не входило вообще в голову по поводу этот Customer Development, мыслить, да, вот, от клиента, от конкретного. Сейчас у меня же четкое есть понимание, что это дает, то есть, у меня сейчас даже вот предложение, оно звучит как «Как управлять бизнесом за 4 часа в неделю удаленно с телефона или ноутбука». О, уже, уже, да, уже рисуются картинки. То Scrum? Да, Scrum, ретроспектива, инкремент, да вы, мать вашу, издеваетесь, да, что это за слава. Сильно умной, да? А как ты к этой жизни пришел? То есть, вот, у тебя танцевальная студия? Я в бизнес попал интересным образом, то есть, я, в принципе, музыкант, то есть, я закончил гнейсинку, вот, как раз у меня классный диплом, я не работал по найму, то есть, я с 14 лет, как фрилансер, писал музыку всегда, у меня достаточно много фильмов, то есть, у меня два полных метра есть, вот, которые еще в 2006 году. Ты для кого-то снимал или? Я писал музыку, то есть, оркестровываю, такую киношную музыку, прям, серьезно, для фильмов, да, то есть, у меня ролики есть, там, я для Ауди сделал, для Шереметьево, для Мортон, компания, проше спику продалась. То есть, ты организовывал команду и вы там что-то делали? Нет, я просто продакшн, постпродакшн, то есть, музыку, звуки, вот такие вот вещи все. Это электронное все, или? Все электронное. То есть, ты один соло это все делал? Один, я мультиинструменталист, у меня большое количество инструментов, я все это у себя на студии записывал всегда. Ну, то есть, мульти, это значит на гитаре? Да, разные инструменты, то есть, саксофон, кларнет, там, дудуки, дудки, разные гитары, футепианы. Да, я все это умею, мне это доставили большой кайф. И, соответственно, все это писал, в каких-то проектах это был оркестр живой, там, мы в Белоруссию ездили, записывали оркестр. Ну, то есть, вот такая деятельность была. А потом, я вот в институте занялся танцами. Я еще, в принципе, в спецшколе занимался, у нас там были бальные танцы, чуть-чуть совсем, но потом я там на боевое искусство пошел. А в институте мне захотелось, ну, типа, как-то там... Танцор-боксер. Да, да, типа, там, побольше с девушками знакомиться, вот, то есть, пойти куда-то в танцевальную школу. А потом, знаешь, когда цель подменяет средства, или средства подменяет цель, в итоге серьезно этим увлекся, там, начал профессионально заниматься, брать частные уроки, там, у хороших учителей. Какое-то время я даже стал, там, четвертым на чемпионате России по хастлу. То есть, там, из 127 пар я, там, четвертое место занял, там, с партнершей. Хастл? Это... Хастл, это социальный парный танец. Хастл. Да, то есть, это как бальной, и только можно импровизировать под любую музыку, там, под попсу, там, такие вот реки. Вот, и, соответственно, так получилась школа. То есть, ты начал, там, типа, какие-то мастер-классы там проводить? Да, да, начал организовывать, там, там, уроки начались, я сам преподавал два года еще. И сделал школу, нашел зал, написал там объявление, то, что один месяц занятий бесплатно, приходите. Вот, набралась группа 20 человек, они позанимались месяц, даже больше или полтора, потом я сказал, ребят, все, акция закончилась, давайте платить, и 17 из 20 осталось. А, прикольно. Ну, просто они настолько привыкли, у нас такая семейная уже атмосфера возникла, что они просто, ну, как бы, вот, нормальное было предложение абсолютно, вот, хороший зал, там все было. А где это территориально? Это было в Москве на метро-университет, вот там, где МГУ рядом, да. Это еще не жопа мира, нормально. Нормально, ну, в принципе, спальный район все равно, но такой, как бы, там местные жители, да, занимаются. Там в ремонт вкладывало, да? Нет, нет, там все удачно очень получилось, там, через досугу и центр, там, вот так вот, в общем, организовывалось. Это потом я уже взял другие залы, там, в партнерство, там, у меня с Zebra Fitness в партнерстве были залы. И история у меня была следующая. В самом первом зале, там были такие условия, что, если я преподаю, я в этом помещении должен физически находиться. То есть я там был оформлен как сотрудник, хотя по факту, там, я сочетал свою деятельность. Ну, понятно, чтобы аренду, там, большую не платить, там, да, 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 такая была. И я там должен был находиться, потому что периодически приходили какие-то проверки. И у меня, знаешь, вот через полтора года такая боль была уже. Почему я должен здесь сидеть? Потому что у меня уже, там, появились сотрудники, там, помощница, да, приходила, там, администратор. А ты, как бы, не свободен. А я такой, короче, хожу постоянно, как на работу, да, в свой бизнес. И у меня, знаешь, такая вот резкая боль началась. А тогда у нас это было автоматизировано с помощью, там, Google таблиц, в онлайне все это жутко тормозило. Там в странице ноутбук стояло в зале, а там еще было полуподвальное помещение, там интернет плохо ловился. Там протянуть проводное нельзя было. Ну, гемор, короче, сплошный был. Тогда я вот просто задумался, и мы начали делать свою ERP-систему. ERP переведи. Ну, систему управления всей школой танцев, да. Все это началось с отмечалки. Как сделать так, чтобы отмечать просто, кто пришел, у кого списывать занятия платно, а у кого не списывать. Изначально это было на таблицах, там все сделано. А потом, когда групп много, педагогов много, это уже неудобно стало. У меня брат, он айтишник, вообще гениальный просто человек. Вот, он выступил подрядчиком по этой истории, то есть он там нашел там программистов, сам там первоначальный код написал какой-то, да. И постепенно, там, за 7 лет мы сделали такой продукт крутой, который автоматизировал вообще все процессы в школе. То есть это было 7 лет назад, даже лет 10 же. Через пару лет я уже задумался по поводу того, что это бизнес, потому что 2 года я думал, что это не бизнес. И все. То есть, потом я мог уже уехать там на пару месяцев, все работало. То есть, как получалось, что там ученики записывались, падала заявка, удаленный колл-центр там избавились, все это обрабатывал. Вот, потом автоматически статусы менялись CRM-ки. Вот, все это было подвязано к оплате. Вот, то есть полностью вообще все процессы. Там, бухгалтер сидел, отмечал все это. Вот, продажники там сидели, педагоги с мобильного телефона могли прийти. Да, это было достаточно инновационно, потому что я, у меня же была школа балета шпагат. Я у тебя был, кстати, я приезжал в твой ОЖ. Да. Вот. И получается, что даже на тот момент на самом деле не так легко было найти хорошую систему. И у нас блок это так. Ну, они вообще все кривые. Да. Да, и не автоматизированные вообще. То есть, надо разной системы подвязывать. Да, да, да. Геморрой. Нормальная система до сих пор ну, вот, по крайней мере, на тот момент нормально не было. Мы даже англоязычные подключали, там были проблемы с оплатой. В общем, мы так и сидели там на стыке там 1С там и еще чего-то. Да, да, ну, при этом, то есть, как бы я увидел все эти системы, я понял, что это там Windows 2000 или 95. У меня интерфейс физически даже не понравился, а вещь, я музыкант, эстетика важная еще тоже, да? Вот, и мы сделали свою, и она получилась клевой. То есть, мы вот как раз по скраму итерациями двигались такими недельными, да, что-то добавляли. Не думали из этого сделать потом какое-то индустриальное решение? А, вот я сейчас по поводу этого думаю, потому что продукт реально крутой получился. Вот, то есть, можно взять и открыть 100 точек одновременно во всей Москве. Ну, да. И оно переварит абсолютно. Потому что все удаленно, все автоматизировано и работает. Ну, да, особенно если в облаке это все сделать, это прикольно. Ну, вот, тогда как раз вот со школы танцев я начал учиться. То есть, я пошел в разные бизнес-курсы, вот, стал изучать, прям стал копать там конкретно. То есть, ты из танцора превратился в предпринимателя? Да, да. У меня даже был какое-то время там бизнес-коуч, который сказал, Степ, ну ты это, да выбери уже. Ты либо танцор, либо ты предприниматель. Ну, наверное, уже предприниматель. Потому что я уже тогда не преподавал, уже были педагоги. Вот, я четко, ну, осознал, знаешь, что этот выбор был такой, то, что вот я предприниматель теперь. Все, я теперь уже не танцор. Это было сколько лет назад? Лет 6 назад. Вот. И как раз я конкретно начал книги, бизнес-курсы, видеокурсы. Короче, все стал употреблять вообще вот так, в себя. У меня до сих пор, кстати, есть все конспекты. То есть, я такой человек, что у меня вот майндкарты, да, у меня, кстати, акселератор, там, все в этой БМС, все видео, все обучение, короче, все конспектировано. Смарт-тридинг у тебя такой. Да-да-да. Тогда я там еще прошел лидерские курсы, полгода, вот, проходил. Тогда у меня Женя Лорионов, ты знаком с ним. Пару лет назад? Да. Пригласил меня в акселератор-трансформатор. Просто поработать с этим капитаном, пушить проекты. Я там поток отработал, но вот там успешно мы вырастили проект, потом проект был продан. В общем, там все хорошо получилось. Потом, фактически, там меня поставили уже главным над этими капитанами, да, то есть, чтобы я учил других, как надо правильно это все делать. Там по скраму раскладывать, там, дорожные карты, эти процессы и так далее. А ты сам из скрама учился, получается, внутри трансформатора? Во время школы, я прочитал все книжки эти, вот, там, видео прошел и на практике у себя. Школа танцев. Ага, я понял. То есть, ты это делал learning by doing такой, типа, нужно решать проблему себя? Да, в школе сначала. А потом уже в трансформаторе мне что понравилось, очень хорошо, классно. Огромное количество проектов, я им это делал, и я посмотрел разные там бизнес-модели, разные финансовые модели, и вот на них это все делал, потому что, кстати, каждый проект разный, и я вот находил взаимосвязи, и вот это на практике и так училось. Это вообще уникальная была возможность. Трансформатор — это не трансформатор Димы Портнягина. Слово трансформатор и вообще программа акселерации трансформатора, она началась около, наверное, трех лет назад. Женя Ларионов придумал, и потом это слово стало более популярным уже с Портнягином. А вот там как раз после этого ко мне начали уже обращаться, Степ, слушай, помоги нам в нашем проекте сделать уже это не в рамках трансформатора. Я уже тогда из Coffee in the City с Жениным поработал, вот из Ронжиной поработал, там и с Денисом сейчас Кузнецовым поработал. То есть огромное количество людей ко мне стали обращаться по что-то сделать. Сделал среду, а Сбербанк тоже я поработал. То есть вот прям реально просили, чтобы я вот устраивал процесс, устраивал команду, там все организовал, что там все задачи... А у тебя вот школа доросла до каких-то, сколько школ сейчас получается? Эстенциально я вот в этом году вышел, оставил себе только, соответственно, вот ERP-систему, вот, и сейчас... Ты продал или... А, вышел просто оставил Портнеру, вот, и, соответственно, ну, с правом дальше продолжать, естественно, деятельность. А сколько было школ точек? А у меня в какой-то момент было пять точек, потом четыре, но стабильность всегда три, как бы держалось таких, которые пульсовых. То есть какие-то новые открывал, видишь, что там, типа, локации не очень... То есть у меня просто, поскольку я бизнес этот строил, когда ничего не понимал, не очень правильно у меня изначально модель строилась, и мне как бы эти последствия потом тянули. То есть, конечно, если бы сейчас я открывался, я бы вообще все по-другому делал. Вот ERP-у бы я делал так же, но вот остальное по-другому. Что, по сути, если там оффлайновые обучающие центры взять, то есть таких два типа этих центров. Первый тип – это обслуживание местного населения, там, в спальном районе. И ты всегда привязан и зависим от этого населения, от количества человек в районе, целевая целевая аудитория. Сильно там не масштабнешься. То есть можно масштабировать только открытием новых точек в таких же местах. Что само по себе очень... Геморройная, типа, полоемка. Да, либо второй вариант – это, допустим, открыться в таком месте, как мы сейчас здесь сидим, там, лофт, там, 1905, чтобы со всей Москвы, наоборот, в центре ездили к тебе на сильный оффер. Вот это я считаю более грамотным. Вот тут у меня как раз у друга тоже есть школа, вот на этих помещениях, вот, доказывает, что ты более грамотно. Сможешь там и 600, и 700, и сколько угодно человек собирать. Да, но все равно это, как бы, вот и одно открыло, дальше, как бы, что делать, как бы, у центра он все равно, получается, конкурентный. И в целом эти все оффлайн-бизнесы. Когда у меня была студия вот Йоги Шпагата, она была у меня после кнопки жизни. То есть я из кнопки жизни вышел из операционного, начал открывать, ну, вот, заниматься студией. Я думал, что это реально, блин, по сложности, казалось бы, кнопка жизни, там, типа, много инвестиций, там, это и колл-центр, и гаджеты, и IT-система своя, программисты, технари. Но, как бы, это было как-то проще эмоционально делать, потому что ты понимаешь масштаб, что такое федеральное. А это маленькая Йоги-студия, блин, там столько геморроя, там, маленький средний чек, эти все сотрудники, грязные унитазы, не работает освидетель воздуха, кондиционер плохо, потекли там окна, холодно стало, жарко стало, продажи сложно делают, локация тоже так себе, она вроде там близко к центру, но не центр, там, и это реально, я там внивал, ночевал, чтобы ее вытащить в прибыль, и потом появился остров, я понял, что лучше я буду островом заниматься, и студию потом, а я нанял управленца, управленец в убыток завел эту студию, блин, я думаю, елки-палки, потом я думал ее кому-нибудь отдать из друзей, пока там кто-то там думал, там еще что-то, дальше убытки идут, аренда идет, там, эти преподаватели тоже за ними, никто не ухаживает, они там, я его просто закрыл, и это реально был такой опыт еще неприятный, плюс еще там же предоплаты за год у кого-то есть, там, у кого-то за месяца, то есть это еще, оказывается, не финальный убыток, который ты понес, это еще там несколько сотен тысяч рублей нужно, ну, вернуть деньги людям, которые заплатили, это просто трендец был. У меня вещь, получается, я тоже все ошибки наделал, которые так можно было, я там и переезжал иногда там по три раза, там, за год, теряя по 30% клинической базы каждый раз, а в итоге я просто высушил эту модель вот так вот, я всю лишнюю, короче, выкинул, я посмотрел финн-модель какая-то, там, я пошел, дарик-касты просто безумные, вот, их надо максимально сокращать, я оставил только это самое необходимое, там, зал, педагог, а все остальное делал ERP-система. По сути, наполовину это была онлайн-школа, на самом деле. Прикольно. Вот, по управлению. Окей, таким образом ты, получается, разбираясь с геморроем внутри своего бизнеса, наработал большую компетенцию в скраме. Скрам – это гибкое управление, гибкий метод управления, или как это привести? У меня нет чистых скрам, то есть, скорее, тут смесь такая лидерских качеств моих, которые я наработал, прокачиваясь, да, и плюс вот конкретных техник. Скрам, на самом деле, это устойчивое выражение такое пришло с запада, да, Джозеф Сазжалинт его, как бы, первый раз ввел, вот, изначально это строится на культуре управления, такой как agile, вот, непонятные слова опять пошли, да, но, на самом деле, тут нет никакой магии, тут просто best practice, лучшие практики собраны вот под этими названиями. И вот я с каждым месяцем понимаю, насколько они крутые, то есть, я вот даже сам осознаю, что вот я до сих пор сам еще не делал, а насколько это действительно круто работает, там, по поводу расфокусировки и фокусировки. Ну, это как customer development подход, это же тоже часть скрама, часть agile. Да, да, она стенденция. То есть, о том, что вот мы говорим, что не записывай сразу уроки, записывай вместе с клиентами. Да, вот это чисто agile, да. Не трать много денег на рекламу, попробуй сначала, там, бесплатно посмотреть, либо немного большую сумму. Конечно. Fale fast, побыстрее, делай ошибку, да. Делай ошибку, потому что ошибки по-любому будут на старте. Лучше их сделать раньше, быстрее поймешь. Ну, самое крутое, понимаешь, вот многие сейчас думают, что они внедрили там скрам какой-то, там, начитались там книжек, посмотрели какие-то видеокурсы, но по факту это не так. Я даже знаю некоторые компании, которые там, типа, проводят планерки ежедневные, еженедельные, но это нифига не работает, потому что самое основное вообще ядро этого всего – это ценности. Понимая основные базовые принципы, ценности, все получится сделать. Оно раз внедряет только фишки, инструменты, вот поэтому это не работает. Почему я говорю, у меня смесь именно такой лидерских вот этих качеств, да, вместе с инструментами. Потому что здесь есть понимание базовой, зачем эти ценности нужны, кастомный девелокмент, смотри на мир глазами клиента, да. И это должно пронизать вообще все. Да, чтобы сотрудники смотрели на компанию глазами хозяина. Да, да, да. Потом опять же гибкость подхода, то, что, так, у нас есть план, там, полгода, фигачим, все, ну не работает, слушай, надо поменять. Нет, мы все равно фигачим, бьем с лобом. Не, надо быть, и надо быть гибким всегда. То есть каждую неделю нужно думать, работает или не работает, и делать, как бы, выводы, да, смотря назад, что надо в будущем поменять. Вот и вторая ценность, гибкость, да. То есть вот эти ценности, они вообще все основные. Внедрив только их, уже все будет круто работать. К раз вот я именно практически половины курса всего посвящаю вот этим ценностям, ценностному подходу. Плюс даю, конечно, инструментарий. Сейчас вот во втором курсе я буду больше погружаться еще в инструментарий. Там конкретно, куда какие кнопочки нажимать, там, чего перетаскивать. Интересная такая метаморфоза. Знаешь, когда смотришь, как преобразуется голова стек в лягушку, думаешь, блин, нифига себе природа. А тут смотришь, значит, из музыканта, сначала который играет там так и так и так, потом танцора, потом собственника танцевальной сети, потом эксперта по скраму. Интересно, куда тебя дальше заведет. Скажи, какая основная ценность акселератора для тебя? Слушай, основная ценность акселератора – это люди, конечно. То есть вот окружение. Мы даже несколько раз собирались на моих залах в национальной школе, тусовка акселератора к ней приезжала. Мы обменивались опытом, вот такой вот нетворкинг. Знаешь, вот у меня самый главный инсайт был, когда вот я вступил только в аксель в этот двухнедельный интенсив в начале в самом. Я такой думал, ну, онлайн-школа – это, наверное, что-то неживое, все равно групповая динамика рулит. Ну, я же, типа, прокачанный, да? И тут я смотрю, короче, в Фейсбуке движуха, эмоции такие же, как живые. Я думаю, вот это да вообще. И я понял, что реально групповая динамика может работать в онлайн, и у меня вообще переворот сознания тогда совершился. Да, это очень интересно. И даже вот то, как вы сейчас вот пришли и с Оксаной здоровались, это прям тоже прикольно. В акселераторе еще можно, оказывается, девушек себе находить. Да, да. Я вас запалил. Я просто, я не буду говорить имя девушки, может быть, пока еще секрет. Сравни свою жизнь вот в шапке собственника сети танцевальных студий и в шапке собственника онлайн-школы. Чем отличается? Больше свободы. То есть, свободы даже в том плане, что передвижение, конечно, ты можешь с любой точки это делать. Второе, конечно же, маржинальность. Вот, маржинальность вообще прям в разы отличается. Скажи, что будет с твоей школой через год и через пять лет? Через год точно могу тебе сказать, что там будет учиться в 10 раз больше, чем сейчас. 400 человек? 400 человек, да. На потоке? Да, по минимуму. Ага. Через пять лет я тебе не могу сказать. Посмотрим. Окей, помечтай. Да. Окей. Все же вот управление и танцы, и творчество, ну, управление по скраму, как оно сочетается с творчеством, с музыкой, с танцами? Тут как бы есть такая вещь, как ощущение людей, да, то есть ценностное вот это восприятие своей команды. Не важно, управляешь ты онлайн или оффлайн, вот, а мы сейчас в основном только онлайн управляем, то есть только через видеосвязь, там, со всеми, да, собрались, там, раз в неделю, там, через видеосвязь, там, каждый день собрались. Это ощущение людей, вот, и, в принципе, вот это управление agile на основе ценностей, мне очень нравится тем, что оно подходит и для творческих людей в том числе тоже, не обязательно для системщиков. Вот системщики как раз там больше ведут инструменты, там, фишки, лайфхаки какие-то, да, а творческие люди больше ведут какой-то такой творческий подход к тому, как можно управлять. И, на самом деле, можно управлять просто, не обязательно себя загонять в какую-то годовую систему, такую жесткую, где там все надо прописывать. Нет, можно управлять просто, действительно, чтобы тебе доставлять удовольствие, просто общаться со своими сотрудниками, делать так, чтобы они думали, они брали ответственность. Вот в этом есть, конечно, общность тем, так что agile, но очень даже и для творческих людей. Окей, супер, спасибо. Встретимся через год, жду от тебя 400 резидентов и 10-кратного роста по деньгам. С сохранением маржинальности. Спасибо.